Трудовые ресурсы в Якутии необходимо перераспределить из сельских и центральных районов в западные и южные. Таким образом, в республике планируют трудоустраивать местное население. Помочь в этом должен проект местные кадры в промышленность, согласно ему, за три года. Рабочие места в промышленных предприятиях должны получить 10 тысяч якутиан. Тему продолжит Туяра Филиппова. Миграция внутри республики за последние годы привела к тому, что более половины населения проживает в центральных районах Якутии. При этом наибольший уровень безработицы именно в сельских улусах. Уровень безработицы за 2016 год в Якутии составил 7,2%, то есть 35 тысяч человек. Наибольший уровень в Намском и Венобытантайском, Горном, Верхневилюйском и Кабяйском районах. Всегда в промышленности привлекалось приезжие население. То есть всегда это были традиционные мигранты. И пока эта ситуация не переломилась, можно сказать, Хотя, конечно, в постсоветский период все-таки более-менее местное сообщество стало привлекаться. Хотя бы те же алмазы, анабары. Альберт Андросов из Татинского улуса после переобучения в Якутске на водителя-погрузчика сейчас работает в Нерунгринском районе. Устроился через центр занятости. Здесь нравится коллектив, хороший, дружный. Условия есть, да. Условия хорошие, зарплата хорошая. На селе работы нет, а вот в крупных промышленных компаниях, где средняя заработная плата составляет порядка 95 тысяч рублей в месяц, кадровая потребность покрывается в основном работниками из других регионов России и из-за рубежа. Власти республики сейчас ставят задачу изменить такую ситуацию. В результате реализации проекта местные кадры в промышленность, стартовавшего в Якутии в течение трех лет, на предприятии промышленности должно быть трудоустроено не менее 10 тысяч якутян. Я думаю, если еще бы поддержка какая-то федеральных органов власти, мне кажется, здесь можно, наверное, в какой-то степени переломить ход ситуации, которая вот у нас сложилась. Но, опять же, тоже не нужно забывать, что может тоже бумагу все это превратиться. Об этом тоже нужно помнить. Поэтому здесь, конечно, усилие должно быть с многих сторон. Для замещения внешне привлекаемой рабочей силы в промышленности и строительстве местными трудовыми ресурсами будут активно привлечены учебные заведения. Акцент поэтому будет ставиться на профессиональное обучение молодежи. Владимир Титов, геодезист Батубинской геологоразведочной экспедиции, в школе занимался туризмом. Увлечение переросло в профессию. Теперь от него зависит освоение перспективных месторождений. Работа геодезиста очень ответственна, так как от нас зависит в том или ином месте, будет пробурена скважина, а это может быть пропущенное месторождение. Сегодня на промышленных предприятиях республики работают около 37 тысяч человек. Из них порядка 14 тысяч специалистов заняты в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых и 23 тысячи в добыче прочих ископаемых. Компании «Колмар», «Якутуголь», «Эльгауголь», «Алданзолото ГРК», «Золото Селегдара» заявили о вакансиях на 926 рабочих мест. В промышленных компаниях существует потребность в следующих рабочих специальностях. Машинисты, тяжелые землеройные техники, экскаваторщики, водители большегрузных автомобилей, проходчики подземных горных выработок, операторы нефтяных и газовых скважин, электрослесари и другие. В реализацию проекта предложено включить 15 промышленных компаний. Многие из них готовы брать на работу местных. Мы ждем специалистов к нам на предприятие, поскольку нам действительно сейчас очень нужны рабочие руки для строительства наших фабрик, шахты и для того, чтобы мы действительно могли развиваться дальше. С начала этого года в пяти крупных промышленных компаниях трудоустроено более тысячи человек. Интересованность есть. 128 – это же только отправленных в компании человек. Данных подали очень много, потому что первичная обработка проходит у нас в центрах занятости. Только после этого данные отправляются в различные компании. Работа прибавилась. И мы ждем наплыва, потому что сейчас уже, получается, с весны начался у них сезон. Для того, чтобы сельские жители смогли работать в промышленных компаниях, одного желания мало. Необходимо пройти профессиональное переобучение и стажировку через центры занятости по месту жительства. И служба занятости готова реализовать и предоставить населению услуги по переподготовке по этим профессиям. Тем временем в крупных инвестиционных проектах до 2026 года будет создано не менее 30 тысяч новых рабочих мест. Успешная реализация проекта «Местные кадры в промышленность» позволит не только снизить уровень безработицы в республике, но и способствовать увеличению волового регионального продукта, а высокая заработная плата в промышленности скажется на качестве жизни якутян.